Лидер партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» Сергей Миронов встретился с жителями Твери и обсудил с ними самые наболевшие вопросы. Это условия и оплата труда, начисление пенсий, проблемы многодетных семей. У партии есть ряд инициатив, которые смогут улучшить жизнь жителей всех российских регионов. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Больше половины сотрудников Тверской швейной фабрики Всероссийского общества глухих имеют инвалидность. Тем не менее, ограничения по здоровью не мешают им трудиться на производстве, причем десятилетиями. Предприятие выпускает самую разную продукцию, от зимних курток до бронежилетов, обслуживает госзаказы. Лидер партии «Справедливая Россия» и «Патриоты за правду» Сергей Миронов посетил швейную фабрику и пообщался с работниками. В разговоре с ними он отметил важность наличия сурдоперевода, в том числе на телеканалах. Ведь люди, у которых нет слуха, не всегда могут оперативно узнать важные новости. Еще одним важным вопросом стали вопросы пенсий. «Справедливая Россия» считает, что пенсионный возраст должен быть ниже существующего. Я говорю, давайте вернем возраст выхода на пенсию. Женщина 55 лет, мужчина 60. Кстати, отдельно у нас есть инициатива о наследовании пенсии. Человек пенсию заработал. Он всю жизнь работал. И если вдруг он умер и не получил пенсию, а у него семья осталась, пускай семья получает. Немаловажная тема, которая интересовала работников предприятия – индексация пенсии работающим пенсионерам, которых немало в коллективе, и зарплаты. Еще одна инициатива фракции – это почасовая оплата труда. Конечно же, труд, особенно квалифицированный, должен достойно оплачиваться. Расценки должны зависеть от условий труда и наличия квалификации. А на встрече с многодетными родителями Сергей Миронов поднял такую тему, как помощь семьям с детьми. При этом, согласно программе партии, выплата должна быть на каждого члена семьи. По словам политика, таким образом семьи, по крайней мере, смогут решить проблему питания. Также в ходе встречи обсуждались вопросы использования материнского капитала, льготной ипотеки, льгот по оплате услуг ЖКХ. Он также поделился планами партии ввести беспроцентные кредиты на жилье для молодых семей. Причем за рождение первого ребенка предлагается списывать 25% кредита, второго – 50%, а за третьего списывать кредит полностью. Все эти важные проблемы политик взял на личный контроль.